с вами александр пивень всем привет я сегодня хочу вам показать одну интересную штуку которая встроена в новые модели телефонов иногда возникает ситуация когда вы собеседником говорите на разных языках так вот этот самый синхронный переводчик позволяет все-таки этот общий язык найти эта функция появилась в новых версиях телефонов ну в частности от меня с 24 и мы сегодня попробуем это все продемонстрировать как это работает но прежде чем демонстрировать сам разговор работу с этого переводчика нужно будет кое-какие настройки сделать в телефоне и мы вам их эти настройки продемонстрируем и немножко расскажем о возможностях этих настроек что там нужно сделать автоматический переводчик работает с помощью искусственного интеллекта причем осуществляется это непосредственно прямо на самом телефоне никакие при этом ресурсы из интернета как сообщается компании не задействуются но для того чтобы это все начало работать нужно предварительно произвести некоторые настройки то есть выбрать язык собеседника выбрать для себя язык выбрать голос и для этого нужно зайти в настройки телефона телефон телефон исходящий вызов сегодня заголовок другие параметры кнопка заходим в другие параметры всплывающие окно настройки здесь заходим в настройки телефон настройки вызовов синхронный перевод синхронный перевод синхронный перевод vkl включено переключатель заходим диалог синхронный перевод в настройках здесь смотрим чтобы у нас был установлен переключатель для синхронного перевода и теперь я объясню некоторые пункты которые у нас имеются дальше выполняйте перевод в реальным времени во время вызовов для этого коснитесь кнопки ассистент для вызовов и выберите пункт синхронный перевод на экране вызова все данные для этой функции обрабатываются на вашем телефоне подробнее о функциях читайте в условиях использования ну вот такая нам предлагается информация можно ознакомиться более подробно кому будет интересно прописная буква я заголовок заголовок я это вы настраиваете для себя настройки эти настройки содержат язык русский язык который вы выбираете для себя если вы откроете этот диалог там будет список языков возможно вы не захотите на русском чтобы вам переводило на русском может вы владеете каким-то другим языком но тем не менее вот я настроил себе русский голос голос 1 здесь можно выбрать голос каким голосом по-русски будет разговаривать с вами ваше устройство голос давайте посмотрим голос выберите какой голос использовать для языка русский выбрана переключатель голос 1 не выбрана переключатель голос 2 скорость речи низко высокая 17 процентов скорость речи колзунок свернуть кнопка вот все что вы можете для своего синтезатора выбрать выбрана переключать вот как звучит переведенный вызов вот так звучит переведенный вызов не выбрана переключать вот так вернулись к предыдущему голосу но можете для него скорость подстроить высоту возвращаемся дальше вернее назад возвращаемся и будем двигаться дальше по списку отключение моего голоса собеседнику будет слышен только перевод сказанного вами выкл переключатель если вы поставите этот флажок то то что вы говорите собеседник слышать не будет он будет слышать исключительно только голос синтезатора уже с учетом переведенного текста то есть вас он слышать не будет чтобы ваши два голоса не перебивали друг друга чтобы он не слышал вашу русскую речь поскольку допустим мы собеседника выберем с английским языком вы можете этот флажок установить и тогда на той стороне ваш голос слышен не будет а будет слышен только синтезатор который уже на английском языке будет общаться с вашим собеседником собседенник заголовок тут собседенник написано но это у них опечатка собеседник имеется в виду язык английский соединенные штаты английский ну здесь язык собеседника вы можете для собеседника выбрать язык то есть на какой язык ваш русский текст должен будет переведен быть но здесь вот английский загрузка английский загрузка арабский загрузка кнопка ну и соответственно те языки которые вы будете использовать вы здесь в этом диалоге можете загрузить у меня выбран английский перевод и он загружен голос голос один опять же здесь можно выбрать голос английский ну давайте посмотрим как оно будет звучать не выбрана переключатель голос два кнопки выбрана 1 не выбрана здесь по факту вы выбираете процентов просто синхронный перевод язык ну голос синтезатора мужской или женский который будет слышен на той стороне вашему собеседнику отключение голоса собеседника вы будете слышать только перевод сказанного собеседником выкл переключатель то же самое для собеседника то есть если вы не хотите слышать его английскую речь а только переведенный русский голос вы можете этот флажок установить и тогда вы будете слышать только текст который переведен искусственным интеллектом и и воспроизведенный синтезатором речи. Выберите языки и стили голоса, которые будут использоваться для вызовов определенных номеров, телефонов или контактов. Здесь вы можете в этом диалоге выбрать собеседников, с которыми вам нужно разговаривать с теми или иными настройками. То есть вы можете открыть этот диалог. Языковые и голосовые настройки для каждого собеседника. Языковые и голосовые настройки для каждого собеседника. Другие параметры. Выберите языки из стиля голоса, которые будут использоваться для вывода Света Боткина. Плюс 796. Английский. Соединенные Штаты. Вот для нее в данном случае выбран английский язык. И то, что я буду говорить, Светлана будет слышать на английском языке. Добавить номер телефона или контакт. Здесь вы можете добавить еще номера телефонов тех людей, которые есть в вашей записной книжке. И, соответственно, для них сделать какие-либо настройки. То есть, выбрать язык и все остальное. Света Боткина. Настройки вызовов. Языки голосовой ввод. Прописная буква Я. Язык. Русский. Голос. Голос один. Света Боткин. Язык. Английский. Голос. Голос. Свернуть кнопку. Ну, вот здесь, соответственно, настройки, которые вы можете для конкретного собеседника. Можете сменить ему язык, сменить голос. То есть, с одним собеседником по одному номеру телефона вы говорите с настройками такими. А с другим собеседником с настройками другими. Ну, вот, собственно говоря, и все настройки, которые нужно сделать для того, чтобы это все происходило. Главный экран. One UI. Возвращаемся назад на главный экран. И теперь, если мы позвоним, то у нас будет кнопочка в верхнем левом углу, называться Ассистент. Если мы захотим включить функцию перевода, мы активируем эту кнопочку. Там будет кнопочка Перевод. И все, что мы с момента нажатия на кнопочку Перевод будем произносить, будет воспроизводиться на том конце собеседнику согласно наших настроек. Ну, вот, собственно, вкратце о настройках. Ну, а теперь можно перейти будет к практическому применению того, что мы настроили. Включено динамик. Кнопка. Ноль минут. Тут Ассистент для вызовов. Кнопка. Hello. Good evening. Ой, простите, а вы по-русски не говорите? I don't speak a... Да, я, с вашего позволения, включу переводчик. Синхронный перевод. Кнопка. Остановить... О, great. О, великий. Я хотел бы договориться с вами о встрече. Как вы смотрите на то, чтобы мы могли пообщаться? Ну, можно где-нибудь встретиться в кафе, и у меня есть к вам деловое предложение. Well, can I meet at a cafe somewhere, and I have a business offer for you. Wonderful. Let's meet tomorrow at 11. Я пока не слышу вашего ответа. I don't hear your answer yet. I'm saying let's meet tomorrow. Я говорю, давайте встретимся завтра. Хорошо, давайте завтра. В котором часу? Okay, let's go tomorrow at the hour. At 11. Will it suit you? Больной ты тоже увидишь. Да, есть некоторые издержки у этого переводчика. В котором часу? Yes, there are some costs. This translator has an hour. Что-то он неправильно переводит. He's translating something wrong. А, I see. Я вижу. Так я так и не понял, в котором часу мы встретимся. Давай встретимся 11. Мы выглядим нормально. Хорошо, давайте встретимся в 11 на метро Полежаевской. Все эти дроны тоже. Okay, let's meet at 11 on the PolsiafSkaya subway. So, see you tomorrow. Так что увидимся завтра. Хорошо, давайте завтра в 11 на метро Полежаевской. До встречи. До свидания. Спасибо. Вот мы с вами продемонстрировали работу этого переводчика. Ну, понятно, что не все гладко. Нужно, видимо, не такими сложными фразами говорить. Но, тем не менее, язык-то общий с собеседником найти можно. Языки там поддерживаются различные. Мы выбрали русский, английский. Ну, что-то получилось, в принципе. Конечно, иногда бывает смешно. Иногда переводчик переводит что-то не то. Но, в принципе, можно, конечно, переспросить. И в данном случае я использовал отключение собеседника. И я отключил и собеседник, с которым я разговариваю, и отключил себя для собеседника. Потому что, если включить так, чтобы я говорил по-русски, а в это время переводчик будет на той стороне говорить на моем фоне по-английски, то, наверное, это будет некоторый сумбур. И поэтому мы решили сделать так, чтобы собеседников не было слышно, а было слышно только перевод синтезатора. Ну, вот то, что получилось, мы вашему вниманию и предоставили. Я надеюсь, что всем понравилось. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok